Мы вновь в прямом эфире. Я вам напоминаю, что мы находимся в 75-м павильоне на ВДНХ. Это 18-я ассамблея «Здоровая Москва». И у нас в гостях Антон Иванович Федин, заведующий кафедры неврологии, ФДПО РНИМУ, имени Пирогова, второй мед по-старому, профессор, доктор наук. Во-первых, Антон Иванович, я хочу вас поздравить с блестящим выступлением на нашей медицинской библиотеке. Всем было очень интересно и очень любопытные были конкурсы, конечно. Потому что вы, конечно, погоняли хорошенечко, вспомнив анатомию, физиологию, то, что не хватает зачастую врачам, когда они в своей рутине уже считают, что они никогда уже к этому не вернутся. Но нет, но нет. Давайте сегодня о более сложных вещах в неврологии немножко побеседуем. Такие состояния, которыми вы занимаетесь на протяжении уже очень долгого времени, это, конечно же, вопросы эпилепсии. Что меняется, какие новые препараты появляются, какие, может быть, новые девайсы появляются для лечения этого заболевания? Что принципиально поменялось за последние пять лет? Ну, я скажу сначала, может, немного даже истории, уважаемые коллеги. Ну, представьте себе, что еще в 90-х годах в нашей стране лечением эпилепсии занимались психиатры. Я тогда был главный невролог в Москве, и мы провели исследование, какие же больные находятся в психоневрологических диспансерах и, так сказать, в больницах, там, в психиатрических больницах. И оказалось, что 60% пациентов, а может, даже больше, в этих учреждениях психиатрических лечились без психических расстройств. То есть считалось, что болезнь – это болезнь психиатрии. А почему так произошло? Дело в том, что в Советском Союзе было единое общество неврологов-психиатров, а в 1985 году произошло разделение неврологическое общество и психиатрическое общество, стали отдельными. И тема эпилепсии перешла к психиатру. Главным учреждением в стране, которое занималось этой темой, в Билиси, это был академик Саджишвили, и там это был институт психиатрии. И вот с тех пор традиционно только психиатры занимались этой болезнью. И когда мы посмотрели статистику Москвы, вот в этих ПНД, психоневрологических диспансерах, ну ужас пришли, а что же там больные делают-то? Это здоровые люди, которых, ну, ярлык сразу, он психически больной. И вот тут-то мы стали такую небольшую революцию проводить в Москве. Я выступил на коллегии в департаменте Захарной Москвы с этой темой. Вот. И на меня, вы представляете, как буквально набросились психиатры. Потом была больница, которая известна, как больница Каченко, первая больница психиатрическая. Там была конференция, я тоже об этом сказал. То есть меня просто обструкцию подвергли. И вот, ну, последовательно потом мы организовали центр такой эпилепсии, уже нейрологический центр. Это было в 1996 году. Потом организовалась в нашей стране федерация борьбы с эпилепсией, которая была в царское время, потом распалась, а потом сейчас опять новую организовали. И вот мы стали проводить конференции, читали лекции, образовательные семинары. И вот постепенно, ну, сейчас, все стало в свои места. В МКБ-10 эпилепсии в каком разделе? В разделе нервной болезни. Почему? Потому что там есть морфологическое повреждение мозга. В другом случае мы не все, во всех случаях мы это выявляем. Ну, наши методы следы не такие тонкие еще, может быть, да? Но система эта морфологическая, это очаг. Очаг, эпилептический очаг, который есть в головном мозге. Это заболевание неврологическое. Тогда вопрос, а чем будет заниматься психиатр? Там тоже есть место работы. У дельный вес больных с психическими расстройствами, ну, примерно процент 20-30 имеются такие расстройства. Вот там, конечно, такие больные должны, и такие больные должны. Это поле для них. Да, психиатрия. Так что это такая вот небольшая история. Ну, я думаю, что теперь наша страна, она как все европейские страны в Америке, там тоже самое. Эпилептолог, это у них там отдельная специальность есть. Но это врач, который фактически знает и неврологию, и психиатрию, и психологию, другие направления, которые ему нужны. Вот в нашей стране есть направление эпилептологии, но не специальность. Мое личное мнение, нам не нужно делать специальности эпилептологии. Почему? Потому что тогда врач будет знать только одну болезнь, а ведь у больного с эпилепсией много других болезней. И он плохо будет ориентироваться во всем организме. Что у этого пациента, все, какие болезни другие еще, в общем-то, есть. Поэтому вот разделение на такие узкие специальности, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо. Представьте терапию, да? Это пульмонология, кардиология, гастротология, нефрология. И пациент ходит по кабинетам в поликлинике. А где врач, который все это суммирует? Где он врач? Участковый терапевт? Он сейчас и знания не имеет, поэтому по этому поводу соответствующим. Он много не знает, как интерпретировать метод исследования. Пухлый пачка обследований. А вывод, кто будет делать? Вывода нет. Конечно, с одной стороны, хорошо специализация, а с другой стороны, есть негативные тенденции. Поэтому специально должна быть общая неврология. Но периптология – это врачи, которые углубленно знают эпилептологию. Это, конечно, очень правильно. Такое направление. А то, что касается вообще эпилепсии, я скажу, что эпилептология последние лет 20 имеет бурное развитие. Бурное развитие. Но с чем это связано? Первое – это, конечно, появились новые методы диагностики. Помимо нейроизоляции – потрясающе. Мы сейчас смотрим мозг, мы видим анатомию, живую анатомию. Живая анатомия перед нами. Врач должен хорошо в этой анатомии разбираться. А второе, конечно, метод исследования, который дал много для диагностики – это мониторинг электроэнцефрограммы. Обычная рутинная электроэнцефрограмма – это примерно 15-20 минут. Даже видеоэгэ. Да. А вот и разряды эпилептические сервисы не попадают в это время. А вот видеоэгэ-мониторинг, или ночной, лучше ночной, или 4 часа, а может даже сутки, вот там все изменения в мозге, они хорошо отражаются. И поэтому стало, появлялась углубленная классификация эпилепсии. И, конечно, здесь много произошло нового. А третье, что дало такой большой импульс эпилептологии – это появление новых лекарств. Я помню, в 80-е годы, какие у нас были лекарства. В основном были барбитураты. Тяжелые препараты, которые влияют, очень сильно влияют из побочных действий. Анатолий Вячеславович, мне как раз казалось, что это из психиатрии пошло, честно говоря. Да, да, на самом деле так. А сейчас у нас уже большой спектр. Есть базисные препараты, которые прошли большую практику. Есть новое поколение препаратов. Вот примерно 20 лекарств, может даже больше, мы сейчас имеем в практике. Мы подбираем лекарства под конкретного больного, под конкретную его болезнь, как появляются его приступы, конкретно. Как раз пациента ориентированность в эпирептологии, она очень четко. И поэтому, конечно, тоже дало бурное развитие эпирептологии. Я думаю, что современная эпирептология в нашей стране, она сравнима с тем, что есть в Европе и в Америке. Сопоставима. Сопоставима. Анатолий Иванович, а если говорить не про фармакологические методы, а про хирургические, ведь тоже продвинулись очень сильно. Это сложный вопрос. Сложный вопрос. Надо сказать, что в нашей стране хирургическое лечение эпирептологии не так развито, как, допустим, в Европе и в Америке. Там гораздо шире применяют оперативное лечение. А почему? С чем это связано? Для того, чтобы идти на операцию, надо поставить углубленные, точные диагноз топики, где что произошло. Поскольку, конечно, когда удаляют этот очаг, то надо, чтобы здоровую часть мозга не повредить. Такие специальные навигационные методы диагностики. Поэтому, ну, в нашей стране есть центры, есть такие центры, и в Москве есть, и в других городах, которые занимаются хирургическим лечением эпирептологии. Но пока это, в общем-то, небольшой отдельный вес со всех больных с эпирептологией. Я еще одно скажу, что, в общем-то, тоже надо как-то понимать. Эпирепсия детского возраста и эпирепсия взрослого возраста – это как бы две разные эпирепсии. Эпирепсия детского возраста очень разнообразна по кризисской симптоматике. Там такие сложные классификации, которые даже трудно себе представить врачу, занимающий взрослые практики. А у взрослых, извините за слово, примитивна. Приступы, они в основном уже хорошо изучены, и не так-то их много по симптоматике. Почему? Потому что, в общем-то, с взрослением человека изменяется патоморфоз, изменяется сама эпирепсия, и, конечно, эпирепсия взрослого возраста немножко другая, чем эпирепсия детского возраста. Не случайно, что у нас, в общем-то, есть какое-то разделение эпирептологии детского возраста и эпирептологии взрослого возраста. Это все это правильно. Анатолий Иванович, Вы сказали о навигации. Это очень важный момент, поскольку, когда мы говорим именно про детей как раз, и поправьте меня, если я неправильно что-то говорю, но это вот так называемая, по-моему, селективная ЭЭГ, как раз и навигация, которая делается, в частности, очень здоровая, я совершенно точно знаю, в клиниках Мюнхена, в Германии это, в принципе, очень распространенность, но очень дорогая методика сама по себе, она порядка 30 или 40 тысяч долларов стоит. В чем проблема имплементировать суда, привести и научить наших врачей делать это? Дело в том, что проблема какая-то. Проблема, ну, конечно, в технике, прежде всего, поскольку я аппаратуру сама дорогая, и, конечно, не все клиники имеют возможность такую аппаратуру купить. Вот. И потом еще все-таки в нашей стране мало этим занимаются, следствие, ну, опять малой доступности вот этих методов лечения. Хотя я знаю, допустим, в Тюмени, там, в общем-то, великая пациентная нариохирургическая, в Москве институтная нариохирургия имени Бурденко, такие больницы широко оперируют. Конечно, опыт нарабатывается. В Омске такие же операции проводятся. Опыт нарабатывается. Но, к сожалению, пока еще мало. Ну и, наверное, не самая сладкая тема, но непременно о ней необходимо говорить. Медулобластомы, глиобластомы, все чаще и чаще мы о них слышим. Есть ли вариант, хотя понятно, что мы понимаем, что это высоко злокачественная опухоль, есть ли вариант все-таки какой-то более ранней диагностики, какого-то, я скринни-то не буду принимать слово, оно неправильное в этой ситуации. Как избежать, как вот пациенту... Что я могу сказать? К сожалению, мы с этим сталкиваемся очень часто. Это почему? Вот когда поставили диагноз опухоли головного мозга, это бывает весьма часто. Впервые в жизни развивается эпилептический приступ. До этого эпилепсии не было. Надо сказать, что если эпилепсия развивается в возрасте старше 30 лет, всегда больного надо детально обследовать. Это симптоматическая эпилепсия. Это текущие заболевания, в том числе и головного мозга, опухоли. Вот. И здесь, в общем, конечно, почему это возникает? Дело в том, что в головном мозге очень много так называемых немых зон. Есть зоны, которые связаны с движением, сразу симптомы появятся. А есть много зон, где вроде функций таких четких нет. Опухоли растет, разрушают мозг, а функциональных значимых структур, проводников, что-то еще нет. И поэтому нет симптомов. И головная боль появляется когда? Когда возникает уже выраженное повышение внутричепного давления, то есть далеко зашедшие процессы. В этом трудно с диагностикой. Ну, понимаете, конечно, мы не можем всех больных старше 40 лет, допустим, направлять здоровых, да, на нейривизуализацию. Такого невозможно. К сожалению, опухоль растет, впервые проявится она в себе чаще эпилептическим приступом. А потом дальше уже как раз судьба больных. Какая локализация, какая гистология опухоли, как она протекает и так далее. Там уже зависит судьба больного от этого. Ну и последний вопрос. Самое модное слово последних 4 лет – это биохакинг. Я его страшно не люблю, это слово. Но, тем не менее, оно имеет место быть. Так вот, что же делает господин Фаги в последние годы? Помимо того, что у него там два антидепрессанта и были другие препараты, значит, сейчас он себе добавил ЛСД в небольших дозах. А я прекрасно помню, как Альберт Хоффман, чудесный ученый, он написал еще «Мой трудный ребенок» после этого книжку как раз, он тоже использовал низкие дозы ЛСД и вот это типа расширяло сознание. Как вы к этому относитесь? Ну, ты сейчас вот читаешь прессу, я вообще-то поражаюсь. Как можно, это же негуманно в отношении к детям, вот эти всякие нюхательные и жевательные, в общем-то, всякие смеси, да? И читаешь, что после этого происходит, да? Это ужасно, даже летальный исход уже. Вот буквально два дня назад объяснил, как раз был. Да, летальный исход. Ведь как можно, зная, что это приносит вред, это на самом деле вред приносит, привыкание, а потом, в общем-то, дефекты в мозг появляются. Вот, и зная об этом, как можно, с точки зрения даже гуманизма, вот распространять вот такие, в общем-то, смеси. Это тоже касается и вот ЛСД. Сейчас, допустим, в каких странах происходит регулизация марихуаны. Маленькие дозы марихуанов полезны. Ну, вот этот тетраканабинол мы уже, кстати, изучаем лет 40, наверное, полноценно. Да, вот, каннабис, да, может, в чем-то он когда-то и помогает, может быть, что-то такое, да, но на системе, конечно, последствия, последствия тяжелые, и привыкание в любом случае есть, конечно. Это негуманно, это негуманно. Как развивать свой головной мозг? Как избежать деменции ранней? У нас сегодня был интересный семинар «Болезни, ассоциированные с пожилым возрастом». У нас такая была мультидисциплинарная сессия, участвовали врачи различной специальности. Я там делал сегодня доклад «Старение мозга и церковоскулярной болезни». Я там приводил такие, в общем-то, интересные данные. Ну, могу еще сказать уже как бы на камеру. Значит, американское исследование 11-го года. Большая популяция, начиная с 20-летнего возраста. То есть практически здоровые люди, да. И вот как у них, так сказать, динамика коэнтинговой функции. То есть речь, память, внимание и так далее. То, что мы называем коэнтинговыми функциями, да. Так вот, пик коэнтинговой функции – 27 лет. А потом диаграмма направлена уже в рис. Я сегодня говорил, попутный ветер был, теперь он встречный. Фейс-пауна. В 27 лет, 27 лет уже заметно, начинается постепенное снижение вот этих всех коэнтинговых функций. И это, кстати, морфологически объяснимо. Потому что морфология мозга тоже противоперевает изменениям. Это касается и плотности мозгового вещества. Ну, не будем подробно об этом говорить. Но морфология соответствует этим функциональным расстройствам. Начиная с возраста в 30 лет. Поэтому задуматься о собственном здоровье надо уже в 30-летнем возрасте. А когда уже в 60 лет, в 70 лет, да, мы идем в программу долголетия, направляем наших пациентов. Да, там уже, это уже исходы того, что было. Конечно, здоровый образ жизни – это такие гробкие слова, может быть, да. Это единственное, что может, в общем-то, помочь избежать раннего старения нерросистемы и старения мозга. Я сегодня приводил пример моей публикации в газете «Новости неврологии», которую я издаю уже 5 лет с лишним. И там была публикация влияния танцев на коэнтинговые функции. Вот интересно, мы подобрали литературу, там был большой обзор, подобрали литературу, и я там, в общем-то, для становления привел одну статью. В этой статье было две группы пациентов старше 70 лет, то есть пожилой возраст. Одна группа 6 месяцев занималась активно-физическими упражнениями, а вторая группа 6 месяцев осваивала и танцевала. Осваивала танцы и танцевала. И потом с помощью томографии, функциональной МРТ, которая позволяет оценить функциональные возможности мозга, да, сравнили две группы. И что казалось, группа, которая танцевала, там плотность белого вещества, то есть новые нейрональные связи образовывались, во много раз больше в лобе доли мозга, движения, гиппокамп, это память. Вот это все было танцем. Поэтому танцуйте как можно больше, и как можно больше, это у вас будет лучшая функция головного мозга, в том числе аккредитивные функции. Антон Иванович, большое спасибо. Дорогие друзья, буквально несколько дней назад мы отмечали юбилей легендарных ребят, которые называются The Beatles. Поэтому, как только вы сегодня досмотрите наши прямые эфиры, всем на танцы. Субтитры создавал DimaTorzok